Добрый день, друзья! Сегодня мы рассмотрим в этом выпуске такую очень важную профессию на пароходе, которая называется электромеханик. Может быть, я ее, конечно, незаслуженно обошел в своих выпусках, но то, что был, все снял, смотрите в 136 сериях. Конечно, еще наснимаю что-нибудь в будущем. Я знаю, что у меня очень много подписчиков электромехаников, и очень много вопросов было, чтобы я снял что-нибудь по этому поводу. Но пока материала нет, поэтому нашел статью. Ссылку, как всегда, я оставлю в описании. Читайте, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну что ж, поехали! Будни электромеханика на современном флоте. Работа судового электромеханика не менее ответственна, чем работа капитана или старшего механика. Ну, комментарии от меня, то, что я всегда, когда приезжаю на судно и вижу, что электромеханик адекватный, но особенно это заключается в решении какой-то конкретной проблемы, там сразу видно уже за 5 секунд, чем это закончится, и тогда я успокаиваюсь на весь контракт. А если с электромехаником что-то не то, то это такая головотрепка для всех, потому что он один, он незаменимый. Ладно, не будем отвлекаться, поехали дальше. Электромеханик отвечает за правильную техническую эксплуатацию и состояние судового электрооборудования, всех средств автоматизации, электрических сетей и распределительных устройств, телефонные связи, источников аварийного питания и прочих электрических приборов. Помимо всего прочего, электромеханик обязан составлять план работ посудовому электрооборудованию, обеспечивать составление заявок, прием и учет сменно-запасных частей, материально-технического снабжения по электрической части и многое другое. Ну, теперь здесь приводится интервью с электромехаником, у которого 13-летний стаж. Здесь будет намного интереснее. Самая первая обязанность электромеханика – это освещение, чтобы все работало и светилось, особенно ночью. Потому что если ночью иллюминация неполная, есть потухшие лампочки, значит это плохая поставка снабжения, либо электромеханик обрастает ленцой. А иногда это приводит к остановке погрузки или выгрузки, а в худшем случае к чрезвычайным происшествиям в ночное время. Поэтому не ленись электромеханик. Везде, где подходят провода или есть намек на электричество – это все работа электромеханика. Если посудомоечная машина перестает работать, плита, либо стиральная машина – сразу зовут меня. Поменять лампочку, сделать удлинитель, поменять розетку. Если выключатель не работает, чайник, фен и так далее. Иногда приходится выстраивать всех в очередь. У меня на последнем судне было три прачечных, поэтому работы хватало. Контейнеровоз – сплошная морока для электромеханика. Я работал на контейнерах, на балкерах, танкерах и в офшоре. Самая спокойная и приятная работа была на танкерах. Контейнера – это уйма мороки для электромеханика. Пять лет я отработал на контейнеровозах и отвечал как электромеханик за все реф-контейнера. Приходилось разбираться во всем, оказывать помощь механикам в поиске неисправностей, так как зачастую проблему скидывают на меня. Первый раз должности пошел именно на контейнеровоз в 2004 году. Тяжелое было судно. Туда ссылали всех плохих либо новоиспеченных электромехаников. Это, конечно, была хорошая школа жизни. До того, как стать электромехаником, ходил один контракт кадетом и два контракта ассистентом электромеханика. Вообще поступал я в академию на механика, но один балл не добрал и меня скинули на электромеханика. Там был недобор. Но сейчас, смотря на пройденный путь, думаю, как хорошо, что не стал механиком. Один в поле тоже воин. Сейчас из-за кризиса ассистент электромеханика – это большая роскошь. А если нет ассистента – это вообще жесть. Последние 4 года у меня не было помощника, но самые лучшие ассистенты были украинцы. Самая большая трудность в том, что я один на судне. Спросить мне не у кого, посоветоваться не с кем. Мотористы или матросы могут помочь какую-то физически тяжелую работу сделать, отнести что-то, но в принципе я один. В любой момент тебе могут позвонить, что возникла какая-то проблема. Надо идти что-то делать, даже если это ночь и я сплю. Форс-мажоры – обычная вещь в работе электромеханика. Разных ЧП в работе электромеханика хватает, особенно на контейнеровозах. Эти чудные контейнеровозы – это сплошной форс-мажор. Особенно, когда идет погрузка контейнеров, все бегают и тут вдруг останавливается кран. И сразу все к электромеханику. Еще был случай, когда якорь не могли поднять. Это было тоже на контейнеровозе. Пришли в Африку, надо было день ждать захода. И мы стояли на якоре. Тут ветер поднялся, начался шторм. Это как раз там, где Индийский океан смешивается с Атлантикой. И постоянно штормит. Нам надо поднимать якорь, а лебедки из-за сильного ветра не справляются. И опять зовут электромеханика. Я посмотрел, что ток большой, лебедки ревут. Оказалось, все очень просто. На цепь была слишком большая нагрузка. Нужно было увеличить обороты, дав больше хода главному двигателю, чтобы нагрузка упала и ослабло натяжение цепи. После этого получилось выбрать якорь. Вроде авральная ситуация, но решаются за считанные минуты. После таких случаев тебя даже ценить начинают больше. А погрузка – это время, деньги, это чартеры, в первую очередь репутация компании. Электромеханик – это работа в режиме нон-стоп. Электромеханик работает в режиме нон-стоп, и это ошибочное мнение, что мы ничего не делаем на судне. Нет времени шашлыки пожарить или что-то еще. Раньше жарили, когда стояли на якоре, ждали работу, либо у причала стояли. Вся работа электромеханика состоит из мелких заданий. Все, что не работает, но там есть провода, все относится ко мне. Шлюпки не спускаются, тоже ко мне. Главное все делать постепенно, а не накапливать, как снежный ком. Потому что потом не знаешь, за что взяться в первую очередь. В норвежских компаниях каждые три месяца идет проверка всех бытовых приборов. Я должен пройти со списком и проверить все приборы. Каждый чайник, пылесос, дрель и так далее. Потому что часто приходят инспекции и спрашивают, этот список проверяют, наклеены ли на приборах наклейки с датой последнего осмотра. В чем большая разница торгового флота и офшорного? Это длительность контрактов. Но в коротких рейсах в офшоре тоже есть свои минусы. А слишком частых перелетов и интенсивной работы в режиме нон-стоп. Без выходных, повышается усталость организма, нужен отдых. Просить помощи никогда не стыдно. Если не знаю, как справиться с проблемой, начинаю думать, обкладываю схемы, пытаюсь вникнуть и разобраться. Если это срочно и реально не могу справиться, иду к старшему механику и говорю, что нам нужна помощь сервисам. Понятно, что с ерундой какой-то не будешь обращаться, но если что-то серьезное, то не должно быть стыдно написать в сервис и получить какие-то новые знания и воспользоваться техподдержкой. Главное, чтобы старший механик отправил письмо в сервис. На последних судах я напрямую обращался к производителям оборудования за техпомощью, в нахождении неисправности и ремонте. Но старший механик всегда должен быть первым в курсе, что происходит на судне. Отсутствие компетентного электрона на судне – катастрофа. Если на судне неопытный, некомпетентный электромеханик, то он просто потеряет работу, его спишут. А для судна отсутствие нормального электромеханика – это катастрофа. Помню еще в первых рейсах такой случай. Мы отходим из порта. Старший механик – вахтенный механик, и я контролируем ситуацию. А в машине один компрессор работал плохо, а второй вообще не работал. Оказалось, что автоматика не работает, и они постоянно бегают и вручную его включают. Они уже два года так ходили. А когда я его сделал, они были очень рады. Ретромеханика должно быть чутье, но то, куда именно нужно залезть и что починить. А также удача должна быть. Ведь всего все равно знать никто не может. Ситуации абсолютно разные могут быть. Даже наш преподаватель в академии говорил, что мы не можем научить вас всему, с чем вы можете столкнуться на судах. Для этого есть система самообучения. Нам дают принципы, а дальше уже дело за нами. Есть литература, есть схемы. Китай – это сила. У меня был хороший урок, когда я еще был кадетом. И мне принесли китайскую зарядку, которая не работала. Я в нее полез, она меня так шарахнула, конкретно так. Я потом померил напряжение, мне было 400 вольт постоянного тока. После того случая, когда мне приносят чинить зарядки и другие бытовые приборы, я говорю, купите новое, жизнь дороже. Электромеханику можно все. Плюс моей работы в том, что механик не может прийти в любое время на мостик, а я могу, когда угодно, прийти туда, попить кофе или на камбус прийти за яблочком, а заодно проверить, все ли в порядке, все ли работает. Электромеханику можно быть всегда и везде, где он хочет. Остальные не имеют на это права. Я подчиняюсь старшему механику и почему-то еще и второму механику по правилам, но в принципе он в мою работу не лезет. Мне нравится моя работа и чем меньше русскоязычных, тем лучше. Мне так проще работать. Я работал много с поляками, они не любят русскоговорящих, хотя ко мне нормально относились. Сейчас работаю в основном с европейцами, индусами, филиппинцами. Кормят нас тоже хорошо. Питание зависит от повара и от капитана. У меня даже на одном контейнеровозе капитан лобстеров заказывал. А в Эквадоре капитан посылал повара с мессменом на местный базар и те покупали по 4 доллара за килограмм крупные хвосты креветок. Когда-то в офшоре было самое лучшее питание, но последние пару лет и там на всем экономят. Больше половины пароходов стоят законсервированные. И контракты увеличивают, и зарплат уже нет тех, что были. Ну что ж, ребята, спасибо за прослушивание такого интервью с электромехаником. Пишите ваши отзывы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и ждите новых выпусков. Они будут, буду искать что-то интересненькое. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!